Микс Ньюс Добрый день! В эфире радио «Болтком» программа «Встретились, поговорили», веду ее я, Ольга Авдевич, и гость студии у нас сегодня российская телеведущая, телережиссер, телепродюсер Лариса Кривцова. Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели! Мне приятно это произнести, потому что много лет на Первом канале, я говорила доброе утро, добрый день, добрый вечер. И вот сегодня я здесь, в Риге, и я люблю Прибалтику, потому что сама родом, тут недалече родилась, в Литве, поэтому здравствуйте! У телезрителей, скажем так, со стажем, Лариса ассоциируется прежде всего с популярной телепрограммой «Доброе утро». Помните, был такой новый свободный формат телевизионный, и Лариса была очень популярной телеведущей на Первом канале. Стояла у истоков шоу «Большая стирка». После вас это шоу превратилось в «Малаховское, пусть говорят». И не только Малахову, но и многим другим телезвездам, которые сейчас блистают на российском экране, вы дали путевку в жизнь. Расскажите, кто из телезвезд связан с вами, кому бы этот мостик подставили на большой экран? Вы знаете, их много, достаточно много, потому что, помимо того, что я была телеведущей, я возглавляла две дирекции Первого канала – это дневного вещания и утреннего вещания. Поэтому очень много ребят, которые приходили и хотели работать в наших программах. И, естественно, это был жесткий отбор. У меня были свои критерии, которые позволяли мне взять того или иного ведущего. И я взяла и сделала ведущими ток-шоу Андрея Малахова. Я привела на Первый канал Яну Чурикова. Она стала ведущей сначала «Доброе утро», а поскольку она очень хорошо разбиралась в музыке, мы с ней сделали первое прямое включение, когда делали международные музыкальные проекты. И она была первой ведущей интервидения, которое шло на Первом канале. Затем, если кто-то сегодня еще смотрит программу Первого канала, то Антон Приольнов, контрольную закупку он сегодня ведет, начинал. Он у меня два года ходил, убеждал меня, что он может быть хорошим ведущим. И так оно и получилось. Фёкла Толстая, для неё был сделан проект «Добрый день». Затем Игорь Верник, Лариса Вербицкая. И вот сейчас у меня новые мои ведущие, с которыми я с удовольствием работаю. Совершенно неожиданные, не телевизионные. А сегодня они становятся звездами. Это Гарик Сукачев. И скоро выйдет проект с дочерью Эдиты Пьяхи, Илоной Броневицкой. Вот такие у меня замечательные люди. И сегодня мы приехали в Ригу с еще одним ведущим. Чудесный актер Володя Кашевой, которого вы, наверное, знаете по фильму прежде всего. Потому что я обратила на него внимание, когда на Первом канале шел фильм. Раскольникова он играл «Преступление и наказание». И мне очень понравилась его актерская работа. И мне захотелось сделать с ним проект телевизионный. И через много лет нам это удалось. Я добавлю, что Владимир Кашевой он рижанин. И сегодня в рамках проекта «Культурная линия» в конференц-зале отеля «Авалон» Лариса Кривцова и Владимир Кашевой проведут встречу со зрителями и представят телевизионные документальные проекты творческой мастерской «Студия А». Вот творческая мастерская «Студия А» – это ваше детище. Вы им руководите. И вы создаете продукты для различных телеканалов. Вот скажите, как это происходит? Какие телеканалы вам заказывают фильмы? После того, как произошла перестройка, она не только в стране, но и на нашем телевизионном поле. Программы стали производить продюсерские компании. В штате каналов остались информационные программы, а все остальное ушло на сторону. И поэтому, если ты хочешь делать что-то интересное, создавай свою продюсерскую компанию и пытайся убедить каналы, что та продукция, которую ты предлагаешь, она может быть востребована. И в результате появилась продюсерская компания, творческая мастерская «Студия А», которая сотрудничает с Первым каналом, с Россией, с телеканалом «Звезда», с телеканалом «Ю», с телеканалом «Поехали» и со многими другими. С телеканалом «Культура» и со многими другими каналами, которые здесь, наверное, и не принимаются. Но вот мы делаем для них разные-разные программы, главным образом те, которые нам интересны. Мы предлагаем то, что нам интересно. Вот нам интересно заняться путешествием. Мы придумали там несколько проектов. Литературные путешествия, путешествия в стиле квест. И он идёт... И мы были как бы у истоков создания нового канала «Поехали», который является спутником Первого канала. И вот наши проекты там идут. Мы попутешествовали по всему миру. Потом мы решили, что нам интересно заниматься народным творчеством. Нам интересно узнать, что осталось. В нашей стране, что ещё можно сохранить. И возник проект, называется «Пряничный домик». Там тоже у нас чудесный ведущий. Я забыла про него сказать. Он актёр. Если вы здесь смотрите фильм «След», то вот один из актёров, который играет там, Женя Кулаков, он ведущий нашего «Пряничного домика». В общем, в какой-то момент, когда я ощутила, что много сделала плохого для телевизионного эфира, как бы раскачивая сознание людей и приводя... Вот у меня был вопрос. Не ощущаете ли вы какое-то чувство ответственности? Потому что вы всё-таки были суперпрофессионалы, когда в начале 90-х вводили вот эти новые форматы, послеперестроечные такие. Вот та же большая стирка. И то, во что это выродилось. Вот эти телешоу, которые берут какие-то низкие бытовые темы, устраивают какие-то разборки, люди это смотрят. Начинали вы с такими добрыми какими-то человеческими намерениями же, да? Вы знаете, Оля, вы всё говорите в прошедшем времени, а я живу ещё и в настоящем. И поэтому в настоящем я чувствую ответственность за то, что мы начали в своё время делать. Вот не делай добра, не получишь зла. Вспомним то время, когда в стране всё рушилось. Когда человеку простому некуда было пойти, и у него копилось много внутри негативной энергии. Эту негативную энергию было выблеснуть некуда. Потому что раньше, когда, допустим, у жены муж начинал гулять, жена куда бежала? Ну или в партком, в газету можно было написать письмо. А тут парткомов нет, бежать некуда. А внутри, знаете, как в чайнике, точка кипения очень большая. Вот того и гляди, взорвётся. И тогда вот мы решили, что вот пускай наша площадка будет той самой, когда люди могут прийти выплеснуть это. Это было необходимо не только людям, но и всем нам, которые жили в большой напряжённости. И так родилась эта большая стирка. Она была добрая, она не была грязной, хотя называется вот таким смешным названием. И она была прежде всего придумана исключительно на ведущего. Потому что я люблю работать с людьми, и я придумываю именно на них проекты. Мне казалось, что для Андрея, который вместе со мной работал в Добром Утре, уже рамки Доброго Утра сузились. Ему можно было доверить нечто большое. Но убедить нашего директора Константина Львовича было очень сложно, потому что он этого не видел, что Андрей может стать суперпрофессиональным ведущим. Он быстро говорил, он заикался, он проглатывал слова, но в нём было соучастие. Это было главное. Он всегда работал с гостем, глаза в глаза, и он как бы принимал его беду, его боль, его радость. Он через себя пропускал. То есть это было введение такой человеческой интонации, телевидения с человеческим лицом. Да, с сочувствием. Вот тогда необходимо было ведущий, который сочувствует человеку, который к тебе приходит. И вот Андрей был таким. Два года мы убеждали Константина Львовича, что это может произойти, и это произошло, и мы не ошиблись. И сегодня Андрей суперпрофессиональный ведущий и может работать на любом канале. Но я ощущаю эту ответственность за то, что мы стали раскачивать сознание. Но мы не думали, что так получится. Это всегда из благих намерений получается чёрти что. Потому что то, что сегодня происходит, это уже, грубо говоря, ниже Плинтуса. Но это такие бытовые разборки, которые не на каждой кухне можно обсуждать. Всё-таки телевидение – это не кухонная история. Там есть рамки. Вот на мой взгляд, может быть, потому что я уже старая, много знаю, не знаю, что это недопустимо, то, что сегодня происходит. И поэтому, если раньше телевидение, на котором я работала, и которое меня воспитало, это было телевидение для образованных зрителей, для образованных, то сегодня это телевидение, которое какой-то очень низкий зрительский сегмент охватывает. Поэтому я сегодня переключилась, мне неинтересны эти ток-шоу, и я делаю серьёзные проекты, научно-исследовательские, типа «Холод», «Хлеб», «Заговор генералов» и так далее и тому подобное. Это огромные работы, четырёхсерийные документальные исследовательские фильмы сродни тому, если бы я работала в каком-нибудь институте и защищала диссертацию. Вот каждое такое исследование – это как защита диссертации. А вот лично вам из этих вот исследовательских проектов, даже по-человечески, какой наиболее интересен был? У вас на сайте вашей телекомпании написано, что сделано более трёхсот документальных фильмов, тридцать пять масштабных телепроектов. А какие вот лично вам более близки, самые удачные, вот как визитную карточку свою, вот какой бы вы проект обозначили? Любимый. Скажите, пожалуйста, у вас один ребёнок или два? Ну, из трёхсот. Тот, который родится последним. А тогда, знаете, такой вопрос. У вас… Вы делали фильм о Викторе Цое. Да. Я дружу с его женой. Мы самые близкие подруги с Наташей Разлоговой. Я её обожаю. Мы встречаемся практически каждые две недели, обсуждаем. Она является советником директора Первого канала. Очень умная, образованная женщина. Мы разговариваем о телевидении, разговариваем о политике, обо всём, обо всём, обо всём. Да, я делала о Викторе Цое. И эта тема, этот сюжет непосредственно связан с Латвией, потому что место, где Виктор погиб, оно находится в Латвии. Вы в Латвии какие-то съёмки проводили тогда? Нет, мы тогда не проводили. В Латвии сейчас делается новый проект. Мы нашли человека, который в момент гибели и практически сразу, в первые дни оказался здесь, в Латвии. И он в то время взял все интервью на такую непрофессиональную, непрофессиональную камеру, все интервью с людьми, которые вели это расследование. И вот сегодня мы с ним ведём переговоры на предмет покупки этих видеоматериалов для того, чтобы восстановить события того времени. И тем более, что у меня сейчас гораздо больше знаний. И у меня есть Наташа, с которой мы познакомились не на этом проекте. Первого Цоя я делала без Наташи. Мы с ней делали Юлиана Семёнова. А вот теперь столько лет уже нашей дружбы и столько знаний у меня. И вот если нам удастся купить эти материалы, то это будет новый фильм про Виктора Цоя и свидетели той истории, которых мы нашли. Этот парень нашёл в Латвии. Он не живёт здесь. Он живёт далеко в России, в глубинке. И как бы это знание Наташи, это она знала, что у него есть такие. И благодаря ей вот сейчас может возникнуть интересные. Это интересно. Будем ждать, будем следить. И ещё один фильм, который сюжетно связан тоже с Латвией, это о возвращении тихвинской иконы. Потому что она уходила через Латвию, возвращалась через Ригу. А расскажите про этот проект. Как он возник, кто был его заказчиком? Тема православия как бы вошла неожиданно в мою профессию. Вошла вместе с началом восстановления Новодевичьего монастыря. Много лет назад первой игуменей Новодевичьего монастыря стала Матушка Серафима. Уникальная женщина, которая делала скафандр для космонавтов, которая была внучкой святого Чичагова, расстрелянного, которая была директором крупнейшего завода, доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской государственной премии. И она уходит в монастырь, пять лет стоит возле свечного ящика, продаёт свечи, и все сотрудники ходят смотреть на бывшего директора, что это она там делает. И в силу своей профессии я заинтересовалась этим человеком и пошла с ней познакомилась. И вот с этого момента начался мой интерес к этой православной теме. И поскольку я с ними общалась, меня попросили сделать фильм про Тихвинскую икону Божьей Матери. И тогда с отцом Сергием, который жил в Чикаго, и у которого 50 лет хранилась эта икона, мы познакомились, и он рассказывал всю историю того, как она пришла в Америку, как она там жила в Америке, значит, где он её в доме хранил, и как благодаря одному человеку, высокому чиновнику, который был из этих мест, благодаря его какой-то безумной энергетике, она вернулась в Россию. И в Тихвине она стоит на почётном месте. Мы тоже там снимали, видели, как люди приходят, и как они верят, и как сейчас там образовался монастырь, и какие там замечательные ребята сегодня служат. И отец Сергий, который хранил её, туда приезжает, приезжал. А жил он в Чикаго. И каково было, вот знаете, как будто это специально, какое было Божье провидение. Он, когда мы были у него в Чикаго, с ним работали, он говорил, вот если я умру в России, то вы меня похороните в Тихвине, а если я умру в Америке, то вы меня похороните рядом с женой. Жена к тому времени уже была, упокоилась. Но тогда жену ко мне перевезите. И вот случилось после праздника в честь иконы Тихвинской Божьей Матери, он уехал в Чикаго, он ехал на службу, он всегда был за рулём, ему стало плохо, и он ушёл из жизни. Но в этот момент в Америке оказались наши православные батюшки. Как будто специально оказались они в этот момент, и они сделали всё, как положено по чину, они его упокоили, как он просил. Но факт тот, что это произошло тоже по русскому обычаю, по русским традициям, как будто икона сказала ему спасибо за то, что ты меня вернул, сохранил, спас, и я тебе помогаю всё, как положено по-русски, чтобы у тебя было. Вот такая история. Благодаря матушке Серафиме родилась эта картина. Я её люблю. Она шла на Первом канале с очень большим рейтингом. И Константин Львович позвонил и сказал, я даже не ожидал, что такая нетипичная для нас история может иметь такой отклик у зрителей. Вот. Ну, это общенациональная святыня, вообще, конечно, это... И для Риги это тоже очень такой близкий, тёплый сюжет, потому что у нас здесь весь город встречал эту икону, и мы имели возможность, она остановилась. Условием было, что она идёт обратно через Ригу, она остановилась в нашем кафедральном соборе. Это, конечно, был большой праздник. Лариса, скажите, а если сравнивать советское телевидение, да, и современное, вот что огорчает, что радует? Потому что и там было много хорошего, и на современном телевидении нельзя его, ну, как только ругать и говорить, что сплошные какие-то недочёты. Нет, конечно, нет. Вот идеальную какую-то формулу. Вот что оттуда взять? И что отсюда? Прежде всего, оттуда нужно брать грамотность и образованность прежде всего дикторов, потому что они тогда были лицом телевидения. Это были главные люди, которые входили в каждый дом нарядные, ухоженные, красивые, а мы встречали их в халатах, в домашних тапочках. И они были образцом правильной речи, образцом правильного поведения. Они пропускали информацию как бы через себя, хотя эмоции не приветствовались в то время на телевидении. Как бы диктор должен был чётко донести информацию до зрителя. Она должна была дойти до него, что называется, в глаза в глаза. Диктор работал в глаза в глаза со зрителем. Почему я так говорю? Суфлёров не было. Сейчас любой ведущий не смотрит вам в глаза. Вы не поймаете его взгляда, потому что он будет смотреть за текстом. И как бы между ведущим сегодня и зрителем поставлена некая стена в виде этого суфлёра. И как бы ведущий программы, время не поворачивался в одну сторону, в другую сторону, он всё равно не становится твоим собеседником. Они сегодня формальны. А те ведущие, которые не работают с суфлёрами, вот те, которые идут от того гостя, который пришёл, и к ним относятся, кстати сказать, Андрей Малахов в лучших своих передачах, это от старого телевидения. У нас, если вы вспомните, на телевидении не было ни цепелявых, ни колтавых, ни неколосивых, ни плохо одетых. Этого не было. Потому что как бы наши дикторы задавали тон, они были эталоном моды, эталоном правильного поведения, эталоном преданности своей профессии. Вот это из старого телевидения то, что оно замечательное. Сейчас мы прервёмся на новости и рекламу. Оставайтесь с нами. Во второй части программы мы начнём с рассказа о новом проекте с Гариком Сукачёвым о Гарике Сукачёве как телезвезде, которого открыла Лариса Кривцова. Продолжаем нашу программу «Встретились, поговорили» и у нас в студии российская телеведущая, телезвезда российского телеэкрана, телепродюсер, телережиссёр Лариса Кривцова. И мы рассказываем о телевизионных документальных проектах студии А, которую возглавляет Лариса. И продолжаем рассказ о новом проекте, лицом которого стал Гарик Сукачёв в качестве телеведущего. Есть такой телеканал «Звезда», не знаю, принимаете ли вы его здесь. Это канал Министерства обороны под патронажем «Шойгу». И на этом канале сейчас вышел наш новый проект, называется «СССР. Знак качества с Гариком Сукачёвым». Последнее время всё идёт какими-то такими волнами. То иногда скачкает. После перестройки мы всё хаяли, что у нас было. Потом у нас был очень сложный период межвремени. Потом как-то мы стали собираться в кучку. Перестали ругать то время, в котором все мы жили. А сейчас к этому времени просто возник интерес. Это не значит, что СССР мы хотим вернуть или сказать, что это было лучшее время, в котором мы жили. Нет. Просто тогда было что-то полезное, хорошее, непротивное, которое совершенно спокойно можно перенести в сегодняшнюю жизнь. И у нас в прологе звучат слова из песни Гаррика Сукачёва «В те прекрасные времена, когда у каждого было своё место в жизни, могли исполниться самые заветные, самые несбыточные мечты. Вспомним, как мы жили, как любили, что любили, чему радовались, когда все мы были молоды». То есть это проект о нашей молодости. о том, как мы жили и что любили. Это тематические программы про образование, про медицину, про армию, про телевидение, про детские сады, про всё, про всё, что мы имели и что там было хорошего, и чего нам сегодня, может быть, стоило бы позаимствовать из того времени. Мы долго думали, кто же будет ведущим этой программы. Проводили кастинг. У нас был Булдаков, у нас был Дюжев, у нас был Олежка, у нас был Лысенков. Кастинговали очень многих людей для того, чтобы определить, кто бы мог олицетворять ту эпоху. И в какой-то момент, уже когда мы совсем отчаялись и не понимали, вот кому бы поверил наш зритель и воспринял его, мы очень боялись, чтобы не подумали, что мы хотим возврата туда, в ту историю, чтобы он воспринял его как современного человека, который оценивает нормально, как нормальный, совершенно современный человек, кто мог бы быть этим ведущим. И вечером, сидя с креативным продюсером, я говорю, слушай, давай посмотрим Гаррика Сукачева. Да ты что, с ума сошла? Гарик Сукачев, Рокер, то, другое, третье. Недисциплинирован. Это самое... Я говорю, слушай, ну вот он книжку написал про это. Это не просто так было, что вот, я говорю, книжку написал, он вспоминает, он собирает какие-то елочные игрушки советского времени. Ему это нравится. он этой темой интересуется. Давай попробуем. Гарик человек очень непростой. Переговоры с ним по поводу того, что он стал ведущим этого проекта шли полгода. потом мы его откостинговали. Канал у нас его не принял. И тогда я сказала, знаете что, а я уже увидела, что это человек, которому поверят. Потому что помимо того, что пишем какие-то тексты, разрабатываем для него эти программы тематические, он добавляет что-то свое, неожиданное. У него есть свои воспоминания. И он не шаблонный. Вот он живой. В отличие от многих ведущих, которые и звезды. А вот он живой. Тогда я сказала, вы знаете, вот или с Сукачевым буду делать этот проект, или отдавайте его кому-нибудь другому. Месяца через два мне позвонили, сказали, ну делай со своим Сукачевым проект. И мы сделали. И он пошел. Ему верят. Он органичный, он ничего не боится делать в кадре, он может и костюм Деда Мороза надеть, и уши от Зайца, и стать на время таксистом из того времени. Он еще блестящий актер и импровизатор. Поэтому работать с ним одно удовольствие, сейчас сначала нас кормили, знаете, как на телевидении. Ну хорошо, сделайте четыре программы, посмотрим, как пройдет. Сделали, прошло. Ну хорошо, вот вам еще две программы, посмотрим, поставим вас в самое неудобное время. Посмотрим, соберете вы цифры или нет. Кстати, я сразу вспомнила большую стирку, когда нас поставили в мертвое время, было на канале 17 часов мертвое время. И потом оно стало не мертвым, а живым. Значит, то же самое произошло и с Игорем Ивановичем. И сейчас до лета мы должны с ним записать еще девять программ. Так что, у кого есть звезда, смотрите по субботам в 13.35 СССР с Гариком Сукачевым. А вот еще два интересных проекта делала ваша студия. Говорим по-русски и быть русским. и нас русских, русскоговорящих, русскоязычных, как говорят, людей, которые оказались за пределами пространства русского языка. Мы русские в Латвии. Проект под названием Говорим по-русски, наверное, он очень актуален, потому что у нас в этом году и русские школы перевели на латышский, и сейчас буквально на прошлой неделе говорят о том, что сократить объем телевещания на русском языке нужно, потому что это не язык Евросоюза. В конце года запрещали девять русскоязычных каналов из медиахолдинга национальной медиагруппы, потому что владелец попал в санкционные списки. Пространство русского языка сужается, но для русского человека это, ну как, отечество русский язык. Вот о чем были эти проекты, как вы их делали? Мы сделали восемь фильмов, проехали по бывшим странам, которые входили в состав Советского Союза. И я для себя сделала открытие, что такая большая нация, как русские, 25 миллионов оказались за пределами своей страны. и по сути дела они как нацменьшинства, несмотря на то, что они составляют большинство во многих бывших союзных республиках и испытывают на себе все тяготы этих меньшинств. язык. Что такое язык? Язык это то, что делает нас людьми той или иной национальности. Это сразу у меня еще в зависимости от того, что мы едим, мы или славяне, или китайцы, это уже средиземноморцы. И это выражается и во внешнем нашем облике. То, на каком языке мы говорим, на каком мы языке думаем, это определяет нашу нацию. Я всегда говорю, что мы не россияне. Я считаю себя русской. И поначалу, когда нам в паспорте написали, что ты россиянин, я не понимала, почему такую большую нацию дискриминируют. Почему таджик таджик, там украинец, он украинец, а почему я русская, я россиянка, я русская, у меня есть своя нация. И поэтому возник этот проект, когда мы проехали по этим странам и смотрели, как живут и что происходит с нашими людьми, с разорванной нацией. В россии есть такой термин, да? Да. Я не знаю, как этот процесс остановить, но я делаю то, что считаю нужным. Я просто говорю об этом. Значит, по мере возможности я поддерживаю людей, которые обращаются за помощью русских по тому или иному вопросу, я выполняю свой журналистский долг, как русский журналист. А что, вот, если бы вас спросили, какой смысл вы вкладываете в понятие быть русским? Вот лично, как личность? Как личность или просто как человек? как человек? У меня есть прежде всего язык, русская культура, традиции, поэтому сегодня я занимаюсь традициями русскими, литературой. Я ведь не просто так делаю путешествия, как путешествия, я делаю литературные путешествия по книгам наших классиков. Я делаю всё возможное для того, чтобы сохранить свою культуру, свою идентичность. Мне это интересно. И мы не самые глупые, не самые плохие люди на этой земле. Мы не хуже американцев, латышей, литовцев, таджиков. Мы не хуже. Мы имеем право называться русскими, говорить по-русски, думать по-русски и совершать поступки тоже по-русски. Они разные бывают. Вот что для меня. Вот с точки зрения истории России у вас тоже очень интересный полпроект научно-исследовательский о том, как свергали задовар генералов русского царя. Да. И там рассматривается это как новая версия. Процесс как технология. Да. Практически цветные революции получаются это ненавейшее изобретение. Нет, абсолютно. Там был такой сейчас ой, это очень интересно. Правда. Я сама даже не подозревала, что это каждая эпоха проходит те же самые этапы, что и в свое время испытал на себе Николай. Значит, был такой замечательный человек Бучков. Богатый человек. человек. Обычно те люди, которые имеют много денег и в наше время, это мое мнение, я его никому не навязываю, я так считаю, значит, им в какой-то момент становится скучно, денег много, их некуда тратить на все, что мы уже потратили. И вы никогда не замечали, что богатые люди тяготеют или к политике, или к людям искусства. Вот они им скучно, и вот они или туда тянутся, или начинают писать стихи, песни и книжки выпускать. Энергия, то есть энергия должна куда-то быть направлена. И эти люди, Гучков в частности, значит, от скуки рази, ударился в политику. Там была такая сложная история, как они создавали то одни советы, то вторые, то третьи, как это все объединялось, как для того, чтобы в царское время была очень сильная полиция, как они разрушали эту систему полиции, для того, чтобы продвигать свои идеи. И как они заставили Николая отречься от престола. Они его поставили в такие обстоятельства, когда это было уже сделать невозможно, хотя он не собирался и неизвестно, он ли подписал это отдельная история, отдельное исследование. И в принципе ничего нового никто не изобрел. мы нашли это было наше открытие тоже в Чикаго, документы, которые были вывезены из России в то время, где наши исследования подтверждались документами, что именно Гучков, а вместе с ним военные, потому что без военных очень сложно было совершить то, что произошло, они сделали эту революцию, они сделали этот переворот, не революция, а этот переворот. И сегодняшние белоленточники, сегодняшние болотные, это все одна и та же технология. Вот если заговор генералов называется четыре серии исследовательского фильма. Наверняка, наверное, в интернете даже можно онлайн как-то найти. Он на культуре выходил. Мы заговорили об истории и об оценке и переоценке, а вы в качестве телеведущей много лет вели праздничную передачу, посвященную 9 мая. Вот как вы лично, как человек оцениваете то, что происходит сегодня, вот эти попытки пересмотреть итоги той войны, пересмотреть роль советских солдат. Вот очень бурно сейчас обсуждается вот эта резолюция Сейма Польши, в которой вину за начало войны. И еще денежки вы должны выплатить России, которая спасла ваш Краков, спасла кучу людей, еще и деньги заплатить за то, что вы оказались спасенными. Это замечательно. Как я могу к этому относиться? Как вы смотрите на этот процесс? Вы знаете, у меня отец в 17 лет ушел на войну и дошел до Берлина. Как я могу на это смотреть? Конечно, мне больно, мне обидно, это несправедливо. И вы знаете, это такой перевертыш. Герой становится врагом, а враг становится героем. Но в истории это достаточно часто происходит, пересмотр того. Ну, придет какое-то другое время, и сегодняшняя история опять будет пересмотрена. я помимо обиды могу только как бы своей профессии рассказывать про другое. Вот в частности к 75-летию мы вместе с музеем на Поклонной горе делаем большую экспозицию, и мы для них делаем много хроникальных роликов. И ставим спектакль. Ставим спектакль. И сейчас идет мощнейшая подготовка, потому что тот советский музей Победы, который в такой закостенелой и помпезной форме, мы воссоздаем на очень большой площади декорации времен войны. начиная от Бреста, вот первая как бы сцена, первая площадка, это Брест, потом есть вокзал, эвакуация, потом есть госпиталь, потом есть питерская библиотека, потом есть Левитан, который читал информационные блоки, потом есть Будапешт, потом есть Европа, которую мы освобождали, и мы доходим до Большого Зала, это все мощнейшие декорации нам питерцы делают, доходим до Рейхстага. Это пространство памяти, огромное, и там вот к 9 мая еще не будет самого спектакля, а будут только как бы ожившие реконструкции, реконструкторы будут работать, а поскольку весь этот год, год памяти 75-летия, мы пишем пьесу, историю двух молодых людей, которые оказались перед войной в Бресте, и как их судьба вела по всей этой войне, и доходим до Берлина. Вот такой спектакль будет идти весь год с актерами московских театров, вот мы с МХАТом будем делать, с одним и с Ленкомом. Вот этот будет спектакль. Это может быть слова политиков не убеждают, а слова искусства, те, кто придет и окажется у нас в Москве в это время, может быть они скажут больше, чем что-то другое. Давайте перекинем мостик от истории к современности. По уровню качества телевидения многие говорят, строят такие прогнозы, что телевидение растворится, уйдет в интернет, и посмотрите, сейчас, если раньше у нас звезды были, рок-звезды или дикторы, которые задавали стиль, тон, моду, планку какую-то, сейчас блогеры, вот такое достаточно новое явление, вот как с точки зрения телевизионного профессионала вы оцениваете вот это видеоблогерство и вот феномен Дудя. Вы знаете, если бы Дудь был супер-журналистом, он обязательно оказался бы на одном из каналов ведущим. Есть телевизионное пространство, которое впускает определенный тип и определенный формат. И есть пространство интернет, у которого свои законы и свои правила. И вот там Дудь, там еще масса людей, которые чувствуют себя хорошо. Это молодежная аудитория, и я с любопытством иногда смотрю программы этого Дудя, вот последний фильм, посмотрел про ВИЧ-инфекцию, который наделал много шума, и кто-то раздувает и делает из этого прям необыкновенное событие, хотя тут нет событий, ни с точки зрения профессии, ни с точки зрения новой информации, там нет ничего нового. Об этом говорилось 1022 раза. И снято было очень много фильмов. И он не первый, кто про это заговорил, но почему-то это вопрос, на который каждый может попытаться найти ответ, мне не хотелось бы это озвучивать в эфире, у меня есть предположение, но почему-то именно Дудя с этим фильмом, тоскливым, длинным, который невозможно досмотреть до конца, значит, его сейчас превозносят как некое открытие, как программа к действию. Больше никто никогда про это ничего не знал, не говорил, открыли нам глаза миллион ВИЧ-инфицированных, давайте принимать специальную программу. Я, если оценивать как профессионалов, они без, почему они все рвутся на телевидение, почему они идут, эти блогеры, на любое ток-шоу, лишь бы засветиться, потому что без такой информационной поддержки, как телевидение, им очень сложно. Это узкая такая, это узконишевая журналистика, она нишевая, значит, они должны, они берут свою аудиторию, так же, как у Ксюши свою аудиторию, у него своя аудитория, но это аудитория, как у дождя свою аудиторию, 0,2%, но потому что ваш сын молодой, мой сын молодой, они нам про это говорят, и мы думаем, что это очень большая аудитория, она очень маленькая, так же, как дециметровые каналы, а в свое время говорили о смерти театра, он не умер, телевидение, оно трансформируется и превращается в телевидение по интересам, сегодня много каналов, выбирая любой, любую кнопочку, 700-ю, 50-ю и так далее, и найдешь то, что тебя будет интересовать, не умрет телевидение. И о проектах, о которых мы сегодня с Ларисой Кривцовой говорили, можно узнать больше в интернете на сайте студии А, вот просто заводить Лариса Кривцова, и там эти замечательные документальные фильмы можно посмотреть, спасибо большое Лариса, спасибо дорогие телезрители, потому что у нас телезвезда, они же радиослушатели, всего доброго. Спасибо, до свидания, удачи.